третий пункт как еще использовалась шерстяная вот эта красная нить в танахе мы находим такой пример что при помощи червленой нити красной нити шерсти и обозначали первенца когда тамар она рожала близнецов то первому на иврите его звали зерах который высунул свою руку ему быстро навязали нить шерстяную красную червленную нить тем самым обозначили что он первенец но потом мы читаем что рука его ушла назад и вместо него появился его брат на русском фарес на иврите перец это что значит парадс то есть пробивал проломал как бы границу и вышел первый но сам факт он остается фактом первенцу навязывали нити таким образом определяли что вот он тот который вышел первый он является первенцем ему полагаются поэтому разные услуги ешуа он естественно являлся также первенцем и мы знаем что сразу когда он был рожден на восьмой день ему сделали бритмеля обрезание его приводят в храм после того как что после того как его мать мирьям она закончился ее очистительный процесс она приходит в храм чтобы отдать все пожертвования которые они должны были сделать по закону в луке 2 главе 22 стиха написано когда исполнились дли дни очищения их по закону моисееву принесли его в иерусалим чтобы представить перед господом как предписано в законе господня чтобы всякий младенец мужского пола разверзающего же сна был посвящен господу и чтобы принести в жертву пореченному в законе господнем две горлицы или двух птенцов голубиных то здесь конкретно мы знаем что и шо он был первенцем и поэтому мире и иосиф они приносят все вот эти вот пожертвования для господа чтобы сказать вот мы отдаем то что полагается по закону за нашего первенца и здесь мы видим еще один символ шерстяной нити красной что она символизирует первенца и шо он первенец еще одно интересное место четвертый пункт как использовалась шерстяная нить как символ надежды в книги ишуа нави иисуса навина во второй главе мы читаем как раав или рахав как ее звали блудница она навязывает красную нить на окно чтобы это являлось знаком для израильского народа когда они придут захватывать эрихон но что самое интересное что на русском мы не видим одного слова которое очень важно для нас но может быть и в других переводах она не встречается я не знаю но на иврите она очень явно там звучит и имеет глубокий смысл там написано что она навязывает не просто нить а она называет ее нить надежды тикват шани написано то есть нить надежды поэтому червленая нить она использовалась как надежда чтобы дать людям надежду на будущее на освобождение на изменение определенного состояния в котором находился человек таким образом когда раав рахав навязала эту нить она знала что вскоре придет освобождение вскоре придет надежда и она и ее дом будут спасены поэтому символ надежды то еще один символ червленой нити пятый пункт как использовалась червленая нить и что она и могла символизировать то это пролитую кровь или грех и нечистоту высая в первой главе 18 стихе мы читаем такие слова бог говорит тогда придите и рассудим говорит господь если будут грехи ваши как багряная как снег убилю если будут красны как пурпур как волну убилю то здесь мы видим что вот эти вот слова багряная и красны как пурпур в иврите это как раз одно значит шани а другой значит толят как раз толят шани это червленая нить про которой мы сейчас говорим здесь они символизируют определенный грех который господь хочет очистить мы знаем что из толмуда во время второго храма когда проходил ем кипур то есть судный день и первосвященник он работал в храме приносил жертвы то вывешивалась червленая нить на глазах у всего народа на вывешивалась возле храма чтобы все люди могли ее видеть и если эта нить она приобретала белый цвет то есть происходило определенное чудо то таким образом это значило что господь он принял жертву израильского народа что их грехи прощены и получили они искупление и такие чудеса происходили не раз но бывали такие моменты что это нить она не очищалась она оставалась красной это значило для всего народа что их жертва не принято это мы читаем в талмуде и здесь мы видим как вот это вот нить она символизирует грех или нечистоту всего израиля который должен был очиститься что очень особенно как еще использовалась вот это вот нить как символ нечистоты и греха то она использовалась в трех разных случаях которые мы встречаем в торе эти три случая это одно из них как сейчас мы разбираем с вами когда речь идет о рыжей телец и о жертве рыжей телец и второй случай когда речь шла о проказе и должны были очистить прокаженного и третий случай это когда отсылали козла отпущения во время ем кипура то есть судного дня вот эти вот в трех случаях везде использовалась червленная нить как символ того что грех он должен быть отдален и что общего у них было так это то что вот этот вот грех он отдалялся выход из стана выход из стана это то что обобщает все вот эти вот три события почему они важны для нас и что в них было особенного как мы уже сказали что во время жертвы рыжей телец и она была такой жертвой как не никакая другая жертва она приносилась вне стана это было что-то особенное что-то вон выходящее и мы говорили что ешуа он подобно жертве рыжей телец и он также пострадал вне врат он был вытащен выведен из иерусалима и пострадал на самой горе то есть он был вне врат во время очищения прокаженного это еще один случай когда использовали червленную нить и там кстати использую не только червленную нить но также кедровое дерево и соп что-то очень очень похожее на жертвоприношение рыжей телец и но это другая история но что особенно что вот это вот болезнь проказы это не это болезнь просто кожная болезнь на которой мы многие сегодня думаем но эта болезнь она считалась чем-то особенным это было наказание от бога за злой язык то есть если человек говорил какие-то нехорошие вещи на кого-то или на многих людей либо он мог распространять какую-то информацию о злых поступках этих людях даже несмотря на то что эта информация могла быть правдивы если эта информация вредила тому человеку то это называлась злым языком если человек распространял ложь о другом человеке или о других людях то это также называлась злым языком и вот за это вот за этот злой язык бог наказывал проказы на иврите это очень созвучно мы цура или муци шем ра то есть тот кто произносит злой язык производит злой язык поэтому вот это вот мы цура проказа это было особенной болезней что происходило то есть человек он выводил наружу скрытые вещи и таким образом господь его наказывал за злой язык что происходило в этом случае то есть когда люди узнавали что-то о человеке какие-то негативные вещи или узнавали ложь то они просто переставали с ним общаться получалось что этот человек он как будто изолирован от общества то есть никто не хочет с ним разговаривать никто не хочет с ним дружить отношения ломаются и поэтому когда господь он наказывал проказой то же самое происходило с прокаженным его выводили из стана его выгоняли из стана чтобы он был отлучен от общества то здесь мы видим как будто мера за меру такое вот наказание человек брал вот этот вот свой грех и был удален от всего народа чтобы обдумать чтобы что-то пережить чтобы почувствовать ту боль которую чувствовал другой человек а как которого оговорили в писании написано что не ходи переносчиком в народе своем и многие раввины они считают что то проклятие которое было сказано на горе на благословение на горе горе зимы проклятие на горе и ивал то там было такое словосочетание написано что проклят тот который ставит подножку слепому вот что-то вот в таком роде макера эубесетер на иврите это звучит так и раввины считают что это как раз речь идет о том который разглашал что-то то есть тот который говорил лошон ра как это связано с ешуа и как это связано вообще с проказа и с червленой нитью ешуа он про него написано в исае 53 главе в 4 стихе что он был наказуем и поражаем за наши беззаконие что-то очень похоже как будто как будто он был наказуем поражаем как как проказа написано напали на упали на него все что мы сделали за все наши беззакония 15 главе римлянам написано ибо машиах не себе угождал но как написано злословие злословящих тебя пали на меня то здесь мы можем увидеть это как будто вот этот лошонара злой язык все что было сказано друг на друга люди то что говорили она все падает на самого и шо и он несет за это наказание и шо был проклят вместо нас чтобы освободить нас от проклятий торы многие читают когда вот это место которое написано в галатах чтобы освободить нас от проклятия торы считает что от торы нужно отказаться но здесь речь идет о проклятиях которые предписаны самой торой и шо освобождает нас от этого и таким образом мы читаем что сам господь он он был отдален от ешуа который нес на себе все грехи бог оставил ешуа на кресте и мы помним вот эти слова когда ешуа говорит или или лама азавтани то есть господь или бог мой бог мой почему ты оставил меня я думаю что это было самым тяжелым моментом для ешуа который все время был одним целым с богом и вдруг вися на кресте неся все наши беззакония и грехи бог оставляет его и он остается один подобно человеку прокаженному который изолирован от всего общества также ешуа он оставлен самим отцом и находится в одиночестве неся весь вот этот груз и всю боль во время емки пура или судного дня мы уже говорили в других лекциях с вами об этом перед первосвященником стояли два козла и бросали о них жеребий и на того козла на которого выпадал жеребий ле азазель или для отпущения как мы читаем то ему навязывали на рога нить из червленной шерсти это как раз было символом того что этот грех который исповедовал священник за весь народ он должен был быть до удален далеко далеко в пустыню в землю непроходимую в землю отрезанную там также написано что человек простой человек должен был сопровождать этого козла некоторые считают что говорят так в медрашах разных написано в талмуде что тот человек который сопровождал вот этого вот козла в землю в пустынную точнее на самом деле то что там происходило его просто сталкивали с горы и он разбивался он падал в эту пропасть бездонную и разбивался этот козел но про этого человека говорят в медрашах что он не доживал до конца этого года в котором находился не знаю насколько это правда но может быть что-то в этом есть и как это связано с ешуа ешуа мы знаем что он берет на себя грех всего мира всего человечества и он спускается в преисподние места написано что он спустился в преисподние места где и проповедовал и смерть не могла удержать его почему потому что на самом деле в нем не было греха он ни в чем не согрешил но он спускается в эти преисподние места подобно Вот этому козлу, который падает в пропасть, Леозазель, это также символ сатаны, символ всего того, где содержится грех, преисподня. И как этот козел был отпускаем к сатане, можно сказать, Леозазель, то таким образом мы видим параллель. Ишуа, он спускается в преисподние места, где власть сатаны, власть темноты, но тьма, сатан не могут его удержать, смерть не может овладеть над ним, потому что он праведный, потому что он чистый и непорочный, не согрешивший ни в чем. И он воскресает из мертвых. Таким образом мы видим, как вот эта вот червленая нить, она символизирует Ишуа, Мессию во всех своих аспектах. И благодаря тому, что он пострадал, воскрес из мертвых, он дает нам надежду. Мы говорили, что это символ надежды, символ победы и символ освобождения, надежда того, что мы будем освобождены. Как это дальше связано с нашими следующими стихами, с освобождением и со смыслом всей вот этой вот главы, про которую мы говорим, мы это увидим в следующем уроке. Спасибо. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis.media.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте.